Уважаемый Сергей Деменович, уважаемый Александр Иванович, дорогие люди, я от всей души поздравляю с профессиональным праздником всех тех, кто решил связать свою жизнь с наукой. Наука сегодня является ядром развития нашей жизни, повышением ее качества от медицины, здоровья сбережения до продуктов питания, строительства, архитектуры, развития транспорта, развития образования. Не только в части новых традиционных учебников, но и совершенно иных способов передачи уникальных технологий. Сегодня отечественная наука по праву один из ключевых ресурсов развития российской экономики. Для нашей страны трансформация и развитие научно-технологического комплекса, а также создание условий для самореализации таланта, это очень важно, ученых и инженеров является не просто масштабной задачей, а исторической. Это один из ключевых вызовов нашей жизни. И действительно, это национальная задача, решать которую нужно не только на Украине Федерации, но и в каждом регионе. И, конечно, роль Москвы в этом процессе переоценить очень сложно, потому что именно здесь исторически концентрировалась практически половина всей российской науки, о которой Сергей Семенович уже говорил. Именно здесь всегда, кроме столицы политической и экономической, была столица инфрационной. Москва была точкой обмена новейшего научного знания, от бриотек до конференций, масштабных международных форумов и симфоний. Сегодня в нашей стране очень много научных центров со своими важными традициями. Это и Нижний Новгород, это Казань, Новосибирск, Томск, Дальний Восток. Но, несмотря на такое проникновение цифровых сетей, радикальные изменения и способ обмена знаниям, Москва по-прежнему сохраняет статус Центра российской науки, Центра коммуникации и рождения, и, что самое главное, применение новых людей. Я хочу от всей души поблагодарить Сергея Семеновича, правительству Москвы. И позвольте отдельно сказать слова огромной благодарности от Министерства Алексея Анатольевича, директору Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы за развитие и поддержку науки, инженерии, развитие национальной системы. И особенно хочу поблагодарить за работу в поляризации науки, за работу в столовой молодежи, потому что именно здесь, в Москве, открываются центры развития инженерного творчества, те знаменитые технопарки и вообще огромная поддержка молодых исследований. Мы ожидаем, что потенциал города, а я замечу, что только в федеральных учреждениях Москвы, научных центрах, а их почти 500, работая 200 тысяч человек, будут активно включены реализацию формирования сейчас комплексов научно-технологических программ, в частности, в реализации глобальной национальной технологической стратегии. Поверьте, новые масштабы и новые проекты, которые стоят перед нами. Многие исследовательские проекты, которые сейчас формируются российскими ученым и всем предпринимательским сообществом в области фотоники, квадратных технологий, в области цифры, генетики, физической биологии, это не только интересное творческое общение с российскими и суббежными коллегами, это не только яркое талантское сообщество, это прежде всего залог программных результатов, новых технологий, отрезок и благосостояния, научного превосходства и безопасности нашей страны. Еще раз от всей души позвольте поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Я желаю новых открытых интересных технологических проектов. Счастья вам, здоровья ваших, близких. Спасибо. Спасибо, Евгения Юрьевна. Уважаемые ученые, позвольте перейти к второму блоку награждений. Спасибо, Евгения Юрьевна. Спасибо.